Добрый день, мои юные друзья! Ни один организм на Земле не способен к самостоятельному изолированному существованию. Если взглянуть в окно, то за моим окном я увижу березы, произрастающие рядом, а также соседствующие деревья — осина, липа, тополь. На деревьях насекомые, питающиеся корой и листьями. А в кроне дерева князятся птицы, уничтожающие насекомых. На определенной территории совместно проживают различные растения, животные, грибы и микроорганизмы. Их жизнь на одной территории приводит к возникновению между ними многообразных взаимоотношений, которые определяют устойчивость природных сообществ. В любой природной среде с различными климатическими условиями существуют такие природные сообщества с тесной связью живых организмов. Этим особым взаимоотношением живых организмов друг с другом и будет посвящен наш урок. Тема урока — природные сообщества. В природном сообществе организмы не только живут сообща и связаны между собой. В природном сообществе складывается система связей, система отношений как между живыми организмами и со средой обитания. Такое сообщество вернее назвать экосистемой. Термин «экосистема» в 1935 году предложил британский ботаник Артур Тенсли. Экосистема — очень широкое понятие. От пресной лужи или пня со всеми его обитателями до луга, леса, мирового океана — все это можно назвать экосистемой, потому что существуют здесь не только различные многообразные живые организмы, а организмы, связанные между собой. Между живыми организмами в экосистеме складываются тесные взаимоотношения, устанавливаются тесные связи. Могут быть связи по месту обитания. Например, использование одним организмом благоприятной среды, созданной другим. Это отношение дерева-березы и гриба-березовика. Действуют связи, способствующие распространению и расселению живых организмов. Например, многие виды клещей переселяются с одного места на другое, прикрепившись к телу шмеля. Или пищевые связи. Об этом мы поговорим подробнее. Далее. В любой экосистеме все живые организмы можно разделить на три группы. Производители, потребители, разрушители. Производители — это зеленые растения. Они производят органические вещества из неорганических, используя для этого энергию солнца. Этот процесс называется фотосинтезом. Часть образованных веществ растения расходуют в течение своей жизнедеятельности, а часть откладывают про запас. Многие организмы потребляют органические вещества из пищи в готовом виде. Отсюда и их название — потребители. Органические вещества служат для потребителей источником энергии. К потребителям относят всех животных — и растительноядных, и всеядных, и хищников, а также растения-паразиты. Отчасти к организмам-потребителям можно отнести и насекомоядные растения, например, росянку и венерину мухоловку. Третья группа живых организмов в экосистеме — это разрушители. К ним относятся многочисленные бактерии, грибы, а также почвенные черви, жуки-могильщики и некие другие животные. Они питаются мертвыми растительными и животными останками. В результате жизнедеятельности разрушителей органические вещества превращаются в неорганические, или, как мы их еще называем, минеральные вещества. А что происходит с ними, мы уже говорили. Минеральные вещества в процессе фотосинтеза усываются вновь зелеными растениями — организмами-производителями. Механизм передачи веществ и энергии в пищевых взаимоотношениях называется цепепь питания. Обычно цепь питания состоит из трех-пяти звеньев. Начинается пищевая цепь всегда с производителей, то есть зеленых растений. Второе звено в цепи — это потребители, сначала травоядные организмы, а затем хищники. Завершают цепь питания организмы-разрушители. Пример цепи питания — это листья яблони, гусеница, синица и бактерии гниения. Интересно заметить, что в цепи питания каждое последующее звено теряет часть органического вещества, получаемого из пищи, теряет часть извлеченной из нее энергии, так как происходит потребление их на процессы собственной жизнедеятельности. Ребята, а теперь, пожалуйста, попробуйте самостоятельно дополнить схемы цепи питания. Назовите организмы, которые могут быть вместо пропусках в пищевых цепях. Ребята, обратите внимание, что в пищевой цепи каждый организм служит пищей предыдущему. Однако листьями сливы могут лакомиться и плодовые клещи, и гусеница бабочки-боярышника, и гусеница майского хруща. А гусеницы могут стать пищей как для жуков, так и для птиц, которая, кстати говоря, может съесть и самого жука. Поэтому в природных сообществах, в экосистемах складываются не пищевые цепи, а пищевые сети. Ребята, перед вами на экране появится ряд живых организмов. Ваша задача — определить, к какой группе в составе экосистемы они относятся. Группы — это производители, потребители и разрушители. А живые организмы — это мышь-полевка, снежный барс, кедр, лягушка, паук-серебрянка, подосиновик, вишня, дождевой червь, клевер, пшеница, жук-могильщик, полярная сова. А теперь проверьте себя, верно ли вы справились с заданием. Ваше домашнее задание — составить и описать цепь питания двух природных сообществ на ваш выбор. Это может быть болото или альпийский луг, широколиственный лес или тайга, степь, пустыня, река, море или океан. И подумайте, что произойдет, если нарушить всего одно из звеньев цепи питания. Спасибо. 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 Спасибо.